День добрый. Здравствуйте, с вами Смирнова Ирина. Сегодня у нас пойдет речь об оформлении рассылки. Мы уже все практически продумали, предварительный план рассылки продумали. Теперь наша задача подготовить все к созданию этой рассылки. Итак, как должен выглядеть вообще вот этот лист, на котором, собственно говоря, люди будут просматривать ваши видео. Есть такие определенные правила, которые принимаются практически всеми авторами, которые создают авторскую рассылку. Приблизительно должен выглядеть ваш лист, одностраничник, там, где у вас расположена вся информация, приблизительно вот таким образом. Посмотрите, вот это вот на голубой фон, это сам одностраничник. Здесь, конечно, такая укороченная схема, но обратите внимание на обязательные такие моменты, на обязательные элементы этого оформления. Для того, чтобы показать, что вы действительно создаете серьезную авторскую рассылку, она должна быть у вас в едином стиле. Этот стиль должен повторяться от письма к письму. Поэтому первое, что должно быть создано, продуманно, и, естественно, отсюда пойдет еще и шлифовка названия вашей рассылки, это хедер одностраничника и футер одностраничника. То есть и хедер, и футер должны быть на всех письмах практически одинаковыми. Тело письма оформлено таким образом. В центре письма находится видео, то самое обучающее видео, которое вы предлагаете своему подписчику. Здесь может быть видео и не одно, их может быть два и три. То есть включенное в, так сказать, в тело вашего одностраничника. Обязательно вступительный текст, в котором вы пишете, что сегодня там урок номер один, тема урока такая там, если у вас есть время там, или приступайте к просмотру и так далее. Все основные данные вы получите из последующего видео. Когда видео будет просмотрено, то вот здесь вот у вас должен быть заключительный текст. Заключительный текст должен заключаться в том, что вы практически говорите, что через день или на следующий день вы получите следующее видео, в котором вы увидите то-то, то-то, Плюс очень часто бывает так, что если, например, у вас идут ссылки какие-то на какие-то ресурсы, например, тогда, когда вы работаете, ну, у вас рассылка по созданию сайта или по интернет-ресурсам, проще говоря, то вот здесь вот под видео могут быть определенные ссылки на определенные ресурсы. Но я их здесь не обозначила, потому что у нас очень много рассылок, не связанных с интернет-ресурсами. Дальше. Вот здесь вот обычно в конце над футером обязательно есть ссылочка на определенный бонус. Вот этот определенный бонус в нашем случае будет являться ссылкой на блок, на ваш блог, но не на весь блог, а на конкретно какую-то очень интересную статью, которая, ну, сочетается по тематике с вашим видео. Или это будет какая-то рубрика. То есть вы как бонус даете дополнительную расширяющую информацию своему посетителю. Вот в таком виде должен быть одностраничник. Именно так он должен выглядеть. Вот я сейчас вам хочу показать примеры таких одностраничников. Так, ну, давайте начнем вот отсюда. Вот видите, вот листбилдинг комплект мастер подписных страниц. Это подписная страница. Но я просто хочу показать, видите, вот он хедер. И вот внизу, когда спускаешься, вот он футер. Причем вот этот футер сейчас очень распространен. То есть в этом футере обязательно есть лицо автора. То есть человек видит и понимает, кто с ним общался. Вот это вот очень важно. Я советую вам внизу футере поставить свою фотографию. И вот то, что собственно здесь написать, то, что собственно, чем вы поможете своему посетителю. Посмотрите, как здесь все хорошо расписано. Написано, что это с уважением Владимир Зубов. То есть конкретно показан имя и фамилия автора. Ну, здесь пошли кнопочки. И вот он футер. А в футере написан копирайт. Значок копирайта. Владимир Зубов. Ну, тут веб-эпродукты. И все права защищены. Так как у нас бесплатная рассылка, и мы пока ничего не зарабатываем, то у нас вот здесь вот нет этих вот данных по налоговым всевозможным там службам. То есть мы вот даем вот такую вот небольшую ссылочку. Посмотрите еще один одностраничник. Вот, пожалуйста, футер. И в этом же едином стиле, видите, вернее, хедер там был, и в этом же едином стиле идет футер. Здесь тоже идет кто, что, и данные налоговые. То есть здесь вот дополнительные вот эти вещи. Опять копирайт. Кто это? И Петр Алпатов. Вот эти вот вещи обязательно должны у нас с вами быть. Вот, пожалуйста, не очень яркий, но очень такой, я считаю, такой выдержанный стилистический. Хороший хедер. То есть это не обязательно должна быть какая-то плашка, на которой что-то там должно быть обязательно яркое. А вот посмотрите, как хорошо сделано. Как стать автором. Вот хедер у одностраничника. И вот футер очень простой, но написан, кто это. Ссылка на службу поддержки, ссылка на партнерскую программу. Еще один. Евгений Попов. Ну, здесь вообще замечательно все сделано. Видите, у него уже, ну, у него стиль уже свой собственный. Вот вместо его хедера, вот идет вот такая вещь. Вот этот одностраничник мы будем рассматривать тогда, когда будем создавать подписную страницу. Вот еще, посмотрите, видите, тоже все просто, без всяких картинок. Широкий достаточно хедер. И в конце тоже, видите, здесь все вот эти вот вещи, все соблюдены те, которые должны быть обязательно у нас на футере. То есть копирайт, год, адрес и так далее. То есть обратная связь. Вот, пожалуйста, здесь можно указать обратную связь. Ну и вот это вот очень распространенный, видите, такой хедер. И в этом же стиле футер. То есть все в стилевом, таком выдержанном, в определенном стиле. Я попыталась сделать себе, но, конечно, буду все переделывать. Вот такой вот хедер у меня. Потому что будет рассылка называться для начинающего блогера. Просто о сложном. То есть вы должны, собственно говоря, дать какую-то тему, для кого это вы все делаете там. И как будет называться ваша рассылка. Вот рассылка у меня будет называться просто о сложном. Я хотела писать SEO, точка просто о сложном. А потом решила поставить значок SEO и написать просто о сложном. Потом вот здесь будет урок номер один. И вот такой вот футер. Опять же, тоже пока все очень не нравится, буду все переделывать. Но вот попробовала сделать. Фотография. То, что вы хотите дать своему читателю, обязательно внизу копирайт. Смирнова Ирина. Все права защищены. Вот эту вот часть нужно обязательно сделать. Итак, это вот работа, связанная с подготовкой к оформлению одностраничника. Давайте мы с вами вот еще о чем поговорим. Вот я уже видела в чате, что идет разговор по поводу того, что надо записывать видео для вступительной. Пока мы не пишем вступительные видео. Знаете почему? Потому что, когда вы начнете создавать свою рассылку, вы поймете, что вы не можете уложиться, например, в пять уроков. Или вы не можете уложиться в одно видео. То есть вот пока вы не создадите все видео, мы никаких вступительных видео, никакого сайта воронки для начала делать не будем. Почему? Потому что вы должны все сначала создать, все подготовить к оформлению, все у вас должно быть готово, но впоследствии будете уже тогда, когда будет создано, только после этого мы будем с вами записывать вот это вот видео на сайт воронки. Не бойтесь, не теряйте время сейчас на это. Сейчас самое главное нам добить до конца планирование и уже начать работу по нашей рассылке. Что еще нам нужно с вами сделать? Нам еще нужно сделать вот такую вот вещь. Тогда, когда мы будем заснимать видео, то у нас нужно будет сделать в этом же стиле, в одном стиле, нужно будет у каждого видео сделать заставку и заключение. Вот это еще один момент, который нужно сейчас до пятницы нам с вами решить. Значит, посмотрите, вот это вот видео, вот это тело вашей записи. Вот как сейчас я вот вам даю вот эти вот видео, они без заставки идут. Они просто начинаются, я начинаю сразу с вами разговаривать, и все, ни заставки, ни заключения. Я только поздоровалась и попрощалась. А тогда, когда вы будете делать свой фильм, вы должны будете подготовить каждому видео заставку в едином стиле, только там будете менять название урока. Ну вот, например, вот в таком плане. Вот посмотрите, видите, вот у меня сделана заставка, и я использую вот эту рамочку такую для того, чтобы писать видео, чтобы делать заставку в PDF-формате. Очень удобно. Я попыталась сделать заставки на YouTube, там достаточно, ну, мало выразительно будем говорить, поэтому здесь вы можете сделать красивые, хорошие заставки. Значит, вот такая заставка у меня для начала видео. Видите, здесь я показала, кому это, как называется, из какого цикла для начинающего блогера, кто создал адрес блога и так далее. И завершение точно так же, на том же самом фоне. Я просто поставила фотографию, до следующих встреч, опять то же самое. Цикл «Все для начинающего блогера» он здесь остался. То есть вот эту вещь вам тоже нужно будет к пятнице продумать. То есть работы много у нас с вами. Ну, давайте поговорим вообще о той домашней работе, которую нужно будет сделать. Первое. Значит, продумать и подготовить единый дизайн рассылки, создать хедер, создать футер. Я вот собираюсь сделать все в зеленом цвете. Вот хотя бы цвет, цветовую гамму хотя бы выдержите. Это первое. Второе. Продумать и подготовить заставку к видео. Третье. Сейчас нам очень важно, уже не теряя времени, вот мы уже с вами к пятнице подготовим и дизайн рассылки, и уже заставки сделаем, да, и можно будет уже снимать видео. Но из моего опыта, и вот я думаю, что те, кто делал уже рассылки, те, кто уже их создавал, прекрасно понимают, что пока вы не напишете развернутый план каждого урока, вы не сможете понять, собственно говоря, какого формата нужно делать видео, даже как их называть. Потому что хочется что-то сказать и дать вот эту информацию, и ты понимаешь, что ты уже переложил очень много информации вот в этот фильм, ты вложил уже в него огромное количество информации, и ты ушел куда-то. Оказывается, твоя рассылка вообще пойдет немножечко другим путем. То есть вот пока вы не сядете, сосредоточенно не распишите план всех своих вот этих вот уроков, всех своих писем, не приступайте к съему видео. Потому что, я еще раз повторяю, появится много ошибок, и вы будете уходить в сторону. Не надо писать текст. Это вот я по себе знаю. Если вы будете писать текст, то вашу рассылку никто слушать не будет. Поверьте мне, потому что, когда человек читает текст, люди, ну я не знаю, на каком-то уровне начинают засыпать на этом чтении. То есть человек читает текст очень всегда монотонно. Он не видит уже слушателя. Для него самое главное правильно прочитать текст. И вот эта связь со слушателем, она теряется. Поэтому просто составьте такой расширенный, развернутый план. И по этому плану рассказывайте. Можете рядом с этим планом написать там смену каких-то там ваших слайдов, вот чтобы вы понимали там, на каком месте вы какой слайд будете прокручивать. Значит, вот этот момент, третий пункт, он очень и очень важен. После того, как вы распишите вот эти планы, вы должны будете пролистать весь свой блок и очень тщательно подумать. У нас, если пять писем у вас будет, например, там, или восемь писем, значит, подготовьте пять или восемь ссылок на какую-то статью, соответствующую вот тематике вашего письма, чтобы она дополняла эта статья, ту информацию, которую вы дали. То есть вот в таком случае вы, во-первых, увеличите количество посещений на свой блок, вы покажете, что вы эксперт, что у вас есть хороший блок, и, в принципе, вот эта вот взаимосвязь, вот такая вот отношения будут лучше завязываться у вас и у вашего слушателя тогда, когда вы будете отправлять его к себе в офис на свой блок. Он получит дома все эти вопросы, он будет их читать, он будет слушать, будет обсуждать, то вы отправите его к себе в офис. Еще один момент. Я очень вас прошу приготовиться к тому, что у вас не будет текстовых писем. Вспомним еще раз, да, мы с вами отправляем маленькое текстовое письмо на почту, то есть в рассылчик мы укладываем маленькое текстовое письмо. С этого маленького текстового письма по ссылке человек приходит на ваш урок. И вот один момент только, я вот недавно посмотрела презентацию, и там услышала такую вещь, в принципе, очень справедливую, что, может быть, кто-то лучше воспринимает в виде чтения, то есть в виде текста информацию. И там предлагается сделать, кроме одностраничника с видео, сделать еще одностраничник с текстом. Это большая работа. Я, наверное, такую работу делать не буду по одной простой причине, потому что у меня просто рассылка будет вся на экране, я ее не смогу расписать. У меня будет съемка экрана. Но если у вас помимо ну такой рассылка такая более ну философского плана, более такого информационного, то, что, может быть, нельзя все показать, может быть, и стоит сделать вот этот вот текстовый вот такой вот вариант. То есть над этим надо еще будет подумать, наверное. Ну такое интересное очень, интересное такое очень предложение вот появилось. Еще один момент, на который давайте обратим внимание. Значит, у вас у всех отличные планы, я посмотрела, но просто кто-то один только ушел с авторской рассылки на рекрутинговую, спутал немножечко авторскую рассылку с рекрутинговой, остальные все вот очень хорошо, очень направленно создали свои планы. Но пересмотрите еще раз свои вот эти вступительные слова. И обратите внимание на очень важный пункт, что люди получат. Вот это должно быть самым ярким пятном в вашем вот этом вот тексте. То есть вы должны сказать, что они получат в результате изучения вашей рассылки. Еще раз перепроверьте тексты и сделайте на этом особый акцент. Вот эти вещи, пожалуйста, посмотрите. Ну вот это практически все. Сейчас я, наверное, завершу это видео. Оставлю его вам, значит, до пятницы надо будет выполнить это домашнее задание. И сейчас напишу второе маленькое видео для тех, кто не очень хорошо владеет PowerPoint-ом и не сможет создать вот эти вот футеры, эти хедеры. То есть вот для них я сейчас сделаю небольшое видео, где я покажу, как это делается. Особенно для тех, у кого есть такой же конструктор, как и вот у меня. То есть конструктором я очень довольна, потому что ну буквально вот сейчас посмотрите, вот даже сейчас я вам покажу. Вот это вот показывает то, что я сделала. Теперь посмотрите. В конструкторе я могу все очень быстро поменять за 3 секунды. Раз, два, три, все быстро поменяла. И тогда, когда я буду делать уроки, мне нужно будет только поменять урок 2, текст, вставить видео и оставить новую одностраничку. То есть это будет очень и очень просто. Я так очень довольна тем, что я приобрела этот конструктор. Ну все, наверное, на сегодня у нас с вами все. Всего доброго. Я надеюсь, что к пятнице мы уже будем во все оружие по этим вопросам. До свидания. субтитры